Да, запись будет, конечно, уже началась. Я давайте для начала представлюсь. Меня зовут Людмила Браун. Я являюсь руководителем отдела продаж, туроператором «Анэнсан» в Казахстане, в Алма-Ате и в юго-западных регионах. Сегодня я буду вести вам вебинар, посвященный прекрасному направлению такому, как Таиланд. Более подробно мы сегодня с вами поговорим об Пхукете и острове Коулак. Это рядом с Пхукетом. По поводу Коулак нам расскажет наш гид Антон. Я чуть позже его подключу. И давайте, наверное, будем начинать. Сейчас я подключу презентацию. Скажите, пожалуйста, всем ли видно? Поставьте в чате плюсики. Так, отлично, отлично, вижу. Окей, так, сейчас тогда полноэкранный режим. Так, сейчас, если вдруг слайды перестанут у вас листать, то, пожалуйста, тоже в чате об этом напишите, потому что иногда такое бывает. Почему-то именно Zoom в полноэкранном формате перестает листать слайды. Так, ну что, коллеги, начинаем? Ну, во-первых, немножечко о Таиланде. Я думаю, многие из вас там были. И, ну, конечно же, знают, что Таиланд – это в первую очередь страна улыбок, да, в переводе с тайского. И это действительно потрясающая атмосферная страна с прекрасным климатом, особенно в зимний сезон. И сейчас у нас Таиланд – это является одним из наших самых главных зимних направлений. Я думаю, вы это все уже видите и заметили по нашим, вернее, не нашим, а по стоп-сейлам в отелях, да, как в этом году тяжело подтверждаются заявки. Да, это действительно так, потому что в этом году Таиланд после пандемии первый год полноценно начал работу. И, естественно, так как туда три года никто не летал, все ринулись, весь мир, и поэтому отели просто не выдерживают, как бы к такому объему не были готовы. И поэтому вот такие бывают проблемки с подтверждением. Но мы о вас позаботились и взяли гарантированные номера в отелях на пиковые даты, поэтому у нас, если что, всегда есть в самых популярных отелях Хукета гарантированные номера. И я сегодня, когда буду рассказывать про Хукет, я буду непосредственно уже… Да, коллеги, звук выключите, пожалуйста. Спасибо. Вот. Я буду непосредственно рассказывать об отелях, которые у нас, ну, на гарантиях, так скажем. Вот. Ну, про Таиланд, в принципе, то, что у них, ну, я думаю, то, что говорит там язык тайский, валюта БАД, и что омывается Андаманским и Южно-Китайским морем, все равно уже сказала, да, но я уверена, что вы, конечно же, вот эти все нюансы и мелочи сами прекрасно знаете, так как очень хорошо продаете это направление. Давайте будем двигаться дальше. Так, секунду. Секундочку. Так, извиняюсь, секунду. Чуть-чуть что-то соскочило. Так. Так, сейчас, секундочку. Так, все, вернулось. Сейчас слайды видно? Полноэкранный режим переведу. Ну, спасибо большое. У меня вебинар, можно, пожалуйста, не заходить? Так, ну что, давайте начнем с полетной программы. Это, конечно же, прямые беспосадочные рейсы Ташкент-Пхукет-Ташкент. Обратите внимание на время вылета, время прилета. Ташкент-Пхукет очень удобная, то есть турист не теряет световой день, когда прилетает на Пхукет, то есть он где-то в 7 утра прилетает, пока пройдет таможенные формальности, получит визу, доедет до отеля. Ну, как раз где-то примерно, я думаю, часам к 11, ну, в зависимости, конечно же, от расположения отеля. Ну, в среднем, я думаю, часам к 11 туристы уже будут в отелях и как раз-таки уже к 2 часам будет заселение, что очень удобно. Вот. Обратно вылет, конечно, утренний, но тоже для кого-то это плюс, для кого-то минус. Вот. Летит Airbus Neo. Это, я думаю, вы тоже прекрасно знакомы с этим бортом, многие на нем сами летали. Это прекрасный тип самолета с широким шагом кресла, да, то есть там очень просторно, то есть даже в эконом-классе очень-очень комфортно проходит время полета у туристов. Вот. Вылеты у нас, получается, по понедельникам и четвергам два раза в неделю, что дает возможности, преимущества в комбинации ночей. То есть там уже появляются такие ночевки, как 7, вернее, 5, 7, 9, 12, 14 и так далее ночей. Вот. Что тоже очень-очень удобно для наших туристов. Так, секунду. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу прощения, немножко технические неплатки. Так, смотрите, что касается у нас правил въезда. Правила въезда у нас для граждан Узбекистана точно такие же, как и для граждан Казахстана. То есть все ПЦР-тесты, да, это вот у нас следующий слайд, я сейчас на него сразу перескочу. С 1 октября этого года, наконец-то, Таиланд смягчил условия въезда, то есть все ПЦР-тесты, паспорта вакцинации были отменены, и туристы могут прилетать, как обычно. Самое главное, ну, при наличии международного загранпаспорта. Вот. Также у туристов, как у граждан Казахстана, так и у граждан Узбекистана, есть право находиться по визе, которую они получают по прилету, до 30 дней в Таиланде. Раньше это было 14 дней, а сейчас, да, вот также с 1 октября срок увеличили, это занимает, получается, всего лишь, вернее, большое количество времени, то есть целый месяц, 30 дней могут находиться по визе, которую получили по прилету. Как проходит процесс получения визы? Во-первых, виза оформляется на всех туристов, вне зависимости от возраста. Ее стоимость 2200 бат, это в долларах примерно, ну, где-то 85 долларов, скажем так. Для оформления визы необходимы следующие документы. Ну, конечно же, действующий загранпаспорт, срок его действия должен быть не менее 6 месяцев с момента возвращения на родину. То есть, когда туристы возвращаются обратно, у них должен действовать паспорт не меньше 6 месяцев. Ну, конечно же, билеты, вакчеры, это все понятно. И заполненная анкета. Анкету заполнить могут как и туристы самостоятельно заранее, так и, конечно же, вы вашим туристам можете о них позаботиться и заполнить за них ее здесь заранее. Сама эта анкета для визы по прилету и образец ее заполнения есть у нас на сайте в разделе «Важно». Информация по странам. Выбирайте Таиланд, и там все образцы и сама форма этой анкеты, они все прикреплены. Вот. И, конечно же, обязательно у туристов должны быть 2 цветные фотографии, 4х6 на светлом фоне. Ну, конечно, желательно, мы рекомендуем их делать заранее. В аэропорту Пхукета это также можно сделать. Это где-то стоит 8 фотографий, они просто меньше 8 не делают. 8 фотографий стоит примерно где-то около 10 долларов. Ну, где-то так это стоит, 10-15 долларов. Ну, это прямо в аэропорту делается. Тоже, в принципе, не так долго, но, опять-таки, лучше, чтобы у туристов было это все уже с собой заполненное на руках заранее, потому что, ну, лишние 15 минут все равно, как бы, да, не все хотят тратить и ожидать. Вот. Деньги меняют также там, там, то есть аэропорт Пхукета очень маленький, там это все рядышком, обменник, потом окно, где получается виза и где делают фотографии. И это буквально все, вот, ну, наверное, в пяти даже, можно сказать, метрах друг от друга находятся. То есть там это очень все рядом, никто не заблудится, никто, да, то есть это мимо не пройдет, это все очень-очень рядом сосредоточено. Вот. Так, ну и давайте двигаемся дальше. Сейчас перед вами рекомендованные отели наши. Пожалуйста, можете себе сделать принт-скринс, да, снимок экрана, либо сфотографируйте, как вам удобно. Это отели непосредственно, в которых у нас, ну, только на Коулак, сразу скажу, что у нас на Коулаке нет гарантированных номеров. То есть это просто наши рекомендуемые отели, которые мы действительно, так скажем, проверили и можем вам смело рекомендовать, чтобы вы предлагали своим туристам. Вот. А по Пхукету в большинстве из представленных здесь отелей у нас есть гарантии. И сейчас мы более подробно по ним пройдемся. Так. Секунду. Немножечко не так последует, но ничего страшного. Так. Давайте начинаем с вами с отеля Андакира Резорт. Это пятизвездочный отель. Он у нас находится на Патонге. Патонг, как вы знаете, это одна из самых, ну, даже, наверное, самая главная улица на Пхукете. Да. То есть там у нас сосредоточено огромное количество всевозможных баров, ресторанов, массажных салонов. И, конечно же, на Патонге всеми известная и многими любимая улица – это Бангла Роуд. Бангла Роуд – это аналог улицы в Паттайе, Волкинг-стрит. Это, то есть там, где вот эта вот вся именно культура Таиланда, бурная ночная жизнь, где там, значит, у них всякие шоу трансвеститов, потом ночные клубы, ну, и многое-многое другое. Вот, это у нас все находится на Бангла Роуд, поэтому туристы, которые у вас хотят, допустим, такую активную ночную жизнь, тусовки и так далее, и так далее, то, конечно, тогда однозначно вам нужно им рекомендовать отели, которые расположены на Патонге. И вот один из них – Андакира. Достаточно хороший отель. Он, кстати, идет один из самых недорогих пятизвездочных отелей. Он в подборе буквально там сразу на первой страничке, да, на первых строках. То есть у него хорошая цена, это отличное соотношение цены и качества. Ну, я не буду, да, перечислять. Конечно же, у них есть и бассейн, там, рестораны, утюг под запрос и так далее. Ну, я думаю, это вы все знаете. В любых отелях 4-5 звезд – это во всем мире неизменно так. Вот. Давайте я вам, наверное, покажу сейчас уже номера, потому что на Пхукете огромный ассортимент отелей, и именно, знаете, ну, снаружи, понятное дело, как бы картинки – это все красиво, но там уже именно по, я думаю, их лучше оценивать по номерам. Вот. Потому что снаружи, конечно, оно все у нас прекрасно, а вот именно как выглядят номера, тут уже, ну, действительно, это надо просто знать. Вот. Поэтому давайте сразу покажу вам номера. То есть видите, да, здесь какие они обновленные, свеженькие. В отеле относительно недавно была реновация. И, то есть вот как выглядят номера здесь, которые представлены у нас на картинках, это действительно так. Так. То есть свеже все, очень чистенько, и такой вот интересный дизайн. Так. И двигаемся дальше. Следующий отель, он у нас тоже находится на Патонге, это Андаман Эбранс Патонг. Кстати, очень классный отель, я прям его очень рекомендую, особенно для туристов, для молодежи, которые хотят постоянно посещать Банглороуд. То есть, да, постоянно вот этой вот жить насыщенной ночной жизнью. И этот отель открылся буквально два года назад. Ну, то есть новые-новые, абсолютно все. И в 10 минутах расположены от Банглороуд. Вот. Поэтому, и также он у нас, кстати, есть на гарантии. У нас есть гарантированные номера в этом отеле, поэтому, если будут проблемы с поиском номеров, либо еще с чем-то, то вот на Патонге прекрасный отель, Андаман Эмбранс Патонг, он у нас есть на гарантии. Эмбранс Патонг, имейте в виду. И давайте номера с вами посмотрим. Тут про отели, как бы, да, почему я особо не останавливаюсь, потому что, ну, на самом деле, это, да, не как там в Анталии или в Египте, что там у кого-то там такие-то аквапарки, у кого-то еще что-то. Ну, нет, в Таиланде это в основном очень такая небольшая территория, как правило, один бассейн основной, небольшая территория, и все. Вот. Потому что в Таиланд едут за, именно, ну, за экскурсионкой и за вот этой вот тайской повседневной жизнью. Вот эти вот массажные салоны посещают, да, то есть постоянно там, потому что это очень недорого стоит. Вот. Вот. Поэтому мы здесь про сам отель особо долго не будем разговаривать, потому что оно, в принципе, везде все плюс-минус одинаковое и стандартное. Вот. Но этот отель я вас прошу прямо отметить. Во-первых, у нас здесь есть гарантированные номера, во-вторых, повторюсь, он новый и очень хорошая у него цена, и его расположение отлично подходит для туристов, которые хотят именно активный такой молодежный тусовочный отдых. Поэтому его прям можете себе отметить. Ну, и двигаемся дальше. Пхукет, Грейсланд. Это, кстати, скажем так, сосед, да, Андаман Эмбрейс, который вот мы до этого смотрели. У них расположение, они практически рядом находятся, точно так же в десяти, они на Патонге, он на Патонге находится в десяти минутах от Бангало-роуд, находится на первой линии через дорогу. Вот сейчас, что мы с вами отели посмотрели, они, у них у всех первая линия, но так как пляжи муниципальные в Таиланде все абсолютно, и большинство отелей разделяет пляжем именно дорога, вот, особенно на Патонге. Так, что еще по Пхукет-Грейсланд? Это один из немногих отелей на Патонге, который обладает достаточно большой зеленой территорией, вот, потому что, ну, я говорю, что на Пхукете обычно либо вообще практически нет территории у отелей, да, либо она достаточно небольшая. А вот именно у Грейсланда это такая, во-первых, он в три корпуса этот отель, да, у нас, кстати, полная реновация тотальная прошла два года назад, и также открыли еще один основной большой бассейн, вот, поэтому тоже этот отель отмечаем. Тут у нас, к сожалению, блок мест нет, вот, но, тем не менее, можно на не сильно пиковые даты, можно попробовать подтвердить номера в этом отеле. Так, давайте вот сейчас номера. Номера вот действительно выглядят так, я, кстати, тоже жила в этом отеле, поэтому сто процентов могу вам прям прогарантировать, что действительно номера выглядят так, как здесь показано на картинке. И реновация была, кстати, абсолютно всех номеров. Единственное, что еще пока что не отреновировали в этом отеле, это лобби. Лобби, ресепшн пока что они не отреновировали и планируют реноваться на следующий год. А все остальное, в принципе, они успели отреновировать. Так, пишут, нет звука. Коллеги, слышно или нет? Подскажите, пожалуйста. Мила, все слышно. Все, Ильзюш, спасибо большое. Так, ну что, давайте двигаемся дальше. Краун Плаза Пукет Панва Бич. Шикарный отель. Он, знаете, по своему дизайну и конструкции похож на Лемеридиан. Вот. Но он лучше даже Лемеридиана, потому что он новый. Он практически новый. То есть там номера все-все новые. Если Лемеридиан, мы знаем, что он уже такой староватый. Там номера пахнут сыростью и туристы, ну, не всем там комфортно. То этот отель нет. Он как бы такой один из новинок. Прекрасный сервис, прекрасное питание. Вообще цена у него суперпросто. Единственные его такие небольшие, как сказать, ну, минусы, да. Давайте как бы будем говорить правду. Мы же тут с вами все профессионалы. Отель прекрасный, цена замечательная. Но единственный минус тут бывают отливы и приливы. Ну, понятное дело, что отливы и приливы у нас зависят от цикла Луны, от фазы Луны. Поэтому это, конечно, отливы и приливы есть абсолютно везде на любом курорте. Я думаю, вы про это прекрасно знаете. Но именно вот здесь просто воду может утянуть аж на 300-500 метров. И, ну, то есть не всем туристам это нравится. Конечно, на следующий день вода придет. Но бывает так, что когда турист только заселился и открыл окно или вышел на пляж, а у него море ушло на 500 метров, ну, конечно, у него к вам начинает быть как бы много вопросов. Почему я приехал? У меня вроде бы первая линия, а до моря мне полкилометра надо идти. Опять-таки проговариваем туристов, настраиваем их, что ничего страшного. Завтра море вернется, так как отлив-прилив это у нас ежедневное явление. И отливы-приливы зависят от циклов Луны. Вот, все пишут, что слышно, все отлично. Так, а так этот отель, правда, он у нас, кстати, тоже есть на гарантиях. У нас в нем гарантированные номера. Поэтому можете, коллеги, пожалуйста, тоже смело его предлагать по нашим гарантиям на нашем сайте. Единственный вот такой вот момент. И он находится на Панва-бич. Это находится рядом с Пхукет-тауном. Пхукет-таун – это центр Пхукета, но это центр, знаете, если Патонг – это такой центр-центр именно вот этой вот ночной жизни и туристический центр, да, куда все туристы привыкли ехать, ездить. А Пхукет-таун – это такой, как именно административный центр Пхукета. То есть в Пхукет-тауне там сосредоточены все вот эти огромные моллы, шоппинг-центры, бренды всевозможные там представлены. Ну, то есть, понимаете, да, там, ну, немножечко оно другое. Там более цивильно, более культурно, нет вот этих вот трансвеститов и так далее, и так далее. То есть вот в этом тоже отличие. Просто есть некоторые туристы, которые едут в Пхукет именно за вот этим вот, вот этой вот ночной жизнью, вот этими вот развлечениями и так далее. Тут, когда вы продаете Панва-бич, он как бы далековато от этого всего, но зато он в центре Пхукет-тауна. Там немножко другой тип отдыха, другие развлечения. Поэтому вот, пожалуйста, тоже это имейте в виду, и туристам обязательно проговаривайте, чтобы они это тоже как бы, ну, понимали. Потому что, я повторюсь, для многих туристов очень важно именно вот эта вот ночная жизнь. Так, давайте дальше. Так, ну, здесь мы видим номера. Такой прекрасный интерьер. В интерьере использовано очень много дерева, да, как вы видите. Ну, то есть такой он действительно уже идет как пятерка. Не просто пятерка, а такого хорошего уровня. Больше, наверное, даже к Deluxe его можно отнести. Так, ну, по нему закончили. Переходим на Sugar Marina. Вообще, я вам хочу сказать, Sugar Marina – это прям такая сеть отелей, в принципе. И на Пхукете их только около, если я не ошибаюсь, по-моему, пять или даже уже шесть, наверное. И они все очень классные, вот. И там, конечно же, так как они очень классные и у них очень доступная цена, их, конечно же, сложно найти. Там номера. Вот. Но на часть из них, на некоторые даты, не на все, у нас есть гарантированные номера. Это вы, пожалуйста, у менеджеров уточняйте, на какие именно даты есть гарантии в этих отелях. Вот. Сейчас перед нами Sugar Marina Resort от Caron Beach. Он у нас находится на пляже Caron. Caron – это тоже, знаете, да. Вообще, на Пхукете самые популярные три пляжа – это Патонг, Ката и Caron. Они, в принципе, между собой, ну, можно сказать, рядом, да, так это скажем, находятся. Вот. И самые-самые популярные именно по туристическим вот этим объектам и по туристической заселенности и заполняемости. Вот. Поэтому этот отель у нас находится на Caron. Caron у нас, кстати, прям совсем рядышком с Патонгом. Поэтому и на Caron чище пляж, чем на Патонге. Вот. Патонг – это считается как бы, ну, именно если по пляжу, на Пхукете Патонг – это считается одним из самых грязных пляжей. Ну, хотя я там была, честно, я бы так не сказала. Там все равно за этим очень хорошо следят и достаточно чисто. Вот. Ну, если туристам принципиально прям что-то такое еще там, да, более экологичное и чистое, то тогда, конечно, уже туристам предлагают Кату и Caron. Но, тем не менее, чтобы была ночная жизнь рядом. Вот, допустим, если вы предлагаете Caron, Caron, он где-то примерно находится от Патонга, ну, там 10-15 минут, да, опять-таки в зависимости от трафика на дорогах. И, то есть, получается, здесь мы с вами, скажем так, убиваем сразу двух зайцев. То есть у нас прекрасный экологичный чистый пляж и также классное доступное местоположение относительно Патонга и всей вот этой ночной жизни. Вот. Так, ну, что еще? В принципе, я думаю, тут линия, ну, скажем так, вторая, также через дорогу. Ну, повторюсь, да, практически все отели через дорогу от пляжа расположены. То есть тут линия вторая через дорогу, три минуты пешком, в принципе, до пляжа. Ну, это не так много на самом деле. Вот. И давайте посмотрим номера. Ну, то есть вот это новый отель. То есть здесь вот видно, да, что и дизайн, и сам интерьер в таком нео-стиле каком-то космическом, да, я бы его назвала, оформлен. Ну, и двигаемся дальше. Еще один представитель сети Sugar Marina. Это уже Sugar Marina Resort Fashion Cata Beach. Он уже у нас находится на пляже Cata. Вот. Получается, отель у нас через дорогу от пляжа, также три минуты ходьбы. Это такой, как уже, знаете, больше бутик-отель. То есть он достаточно небольшой. И самая его главная, ну, я так думаю, фишка, это то, что именно fashion, о, так, нет, извиняюсь, чуть не то, чуть не то. Опять-таки, что он достаточно близко находится у нас от Patonga. Вот. Ну, тут написано, конечно, 15 минут, но я бы, наверное, так не сказала. Там не 15, наверное, чуть побольше. Минут, ну, 20 точно. Вот. Потому что тоже бывает трафик загруженный, либо еще что-то. Ну, в 15 минут, я думаю, это при хорошем трафике, без загруза можно доехать. Вот. А так, в принципе, все остальное у нас также здесь. Все стандартно. Чистые реновированные номера. Вот. В отеле, конечно же, имеется один бассейн. Как я уже и говорила, в Таиланде это есть как бы в каждом отеле. Поэтому на этом особо подробно не будем останавливаться. Вот. Сейчас мы с вами перешли. Это, знаете, это такой хит этого сезона. Новейший отель. Он вот только-только открылся. находится прямо в центре Патонга. Мовенпик Мид Хотел Патонг Пхукет. Я сама в нем была вот буквально два месяца назад. Шикарный отель. С шикарным месторасположением. С шикарными номерами. То есть питание, сервис. Это, опять-таки, бутик-отель. То есть это не огромный отель. Он не имеет большой территории. Там территория, всю территорию там занимает сам отель и главный бассейн. То есть как бы все. Вот это вся территория. И парковка перед отелем. Ну, это, опять-таки, небольшая зона. То есть отель сам по себе и небольшой, но он выполнен, знаете, в таком уникальном марокканском стиле. То есть там прям из разноцветной мозаики окна. Там вот везде мозаика, вот так же плиточная мозаика на полу, вот эта марокканская. Ну, очень атмосферный, очень интересный. Вот. Также, кстати, хочу отметить, ну, можете прям себе записать. Тут уже вторая линия от пляжа. То есть тут до пляжа, ну, наверное, идти, я думаю, минут, если таким, не спеша, прогулочным шагом, где-то примерно идти 5-7 минут. Вот. То есть это вторая линия. Он находится, кстати, вот мы до этого смотрели Грейсленд и Эмбранс. Вот он находится прямо за ними. Вот. А так отель просто потрясающий. То есть там действительно все-все-все новое. Ну, и я просто была, и вот мы там были с инфогруппой в восторге. Номера действительно выглядят так. И в этом отеле, кстати, у них фишка, что только в этом отеле самые вообще, самые большие кинг-сайз кровати на Кукете, как нам сказали в отеле. Ну, я думаю, это действительно так, потому что они там, правда, какого-то вообще, я не знаю, чуть ли не трехметровые, невероятных размеров. И, то есть вот здесь сейчас, как это показано, это действительно в реальной жизни так и выглядит. А цена у этого отеля очень классная. На этот отель, кстати, у нас на некоторые даты также есть гарантии номеров, поэтому запрашивайте у менеджеров, они будут вас консультировать. Ну, и двигаемся дальше. Но на этом отеле, вот я прям хочу ваш фокус остановить. Вот для туристов, кому важен потомк, ночная жизнь и классный отель с хорошим сервисом, с хорошими номерами, с хорошим питанием и хорошим расположением, то это однозначно мовен пик, вот прям сто процентов. Так, и парадокс Пхукет. Он у нас находится на пляже Корон, примерно 60 минут ехать от аэропорта получается. И, как вы помните, Корона у нас самая близко находится к Патонгу, ну, то есть тут также примерно где-то 10 минут езды до Патонга. Вот. Ну, и давайте посмотрим номера. Этот отель как бы не новый, но его держат в очень хорошем состоянии, то есть ежегодный косметический ремонт здесь проводится. Поэтому тоже в достаточно хорошем состоянии. На некоторые даты также имеются у нас гарантии номеров. Вот. В принципе, у меня все. Сейчас, наверное, про Саулак вам более подробно расскажет наш гид Антон. Антон, здравствуйте, вы здесь? Здравствуйте, да, я здесь. Слышно? Отлично. Да, 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 отлично, здорово. Вам как, оставить мою презентацию или вы сами подключитесь, полистаете? Или как лучше сделать? Так, хорошо, да? Вот сейчас слышно, да. Ага, так, ну, во-первых, по поводу Саулак, в первую очередь, национальный парк. Так, вы нам сейчас сразу, наверное, будете про Каулак. Да, чуть-чуть интернет. Так, смотрите, Каулак – это национальный парк, который находится в материковой части Таиланда. То есть, если аэропорт Пхукета, он располагается на острове Пхукет, а Пхукет, он, в свою очередь, отделен от материка мостом. То есть, там, 200 метров мост, и сразу у нас гости по прилету едут... Антон, обрываетесь, не слышно. В Каулаке, в первую очередь, мы находимся в тихом ухо, наедине с природой. То есть, там больше птиц летает, более красивая природа, более богатая. Больше достойных отелей находятся. В Каулаке находится очень хорошее время, в которых... Антон, связь обрывается, прям что-то не слышно. Так, и вообще... Что-то в Таиланде со связью, видимо. Так, сейчас давайте мы попробуем Антона передотключить. Обрывается, Антон. У вас почему-то, видимо, нестабильное подключение к интернету, и... Ну, прям этот... Так, в Таиланде интернет иногда оставляет желать лучше. Сейчас. Так, как слышно? Так, ну сейчас вроде более-менее. Так, в общем, по расстоянию примерно 40 минут ехать от аэропорта Пхукета. Отели, они все там достаточно большие. То есть, это все отели формата резорт с большой территорией, со своими пляжами. Как правило, у отелей есть шезлонги и зонтики на пляже, что гости, например, отмечают, что на Патонге этого нету. То есть, там отдых, он более спокойный, более уединенный, очень красивая природа. Нет ночной жизни вообще. То есть, до Патонга, например, с Каулака ехать примерно часа два надо будет. Да, а вы можете еще объяснить про вот эту... То есть, раньше, насколько я помню, Каулак, мы почему его не продавали и не бронировали, да, хотя это очень такой классный продукт, как вы сказали, действительно, заповедная лона. И там невероятная природа. И отели, насколько я помню, там отели даже, по-моему, есть пятерки, выше уровнем, чем на Пхукете, да, насколько я знаю? Да, там есть и Лю Меридиан в Каулаке, там есть сеть Грейсланд, вот отель Синтида, например. То есть, все отели там достаточно такие большие, хорошие, очень много сетевых отелей. То есть, там Рамадан, например, вот из тех, что во многих странах встречаются. Там есть этот... Да, да. Вот, и сейчас по поводу, как добраться, раньше это была проблема, там, по-моему, раньше на пароме, да, добирались. А сейчас, в девятнадцатом году, да, году мост построили, который соединяет Каулак и Пхукет. И сейчас, по-моему, там... Смотрите, там мост, на самом деле, давно построили. А, да? Дорога, да, часто на это. То есть, Каулак, это на материке мост 300 метров в длину всего лишь. И, в целом, дорога где-то 40 минут, час занимает. А, то есть, там, ну, с дорогой всегда все было в порядке. Там с 72-го года, по-моему, мост этот построен. Тогда же и туризм, по сути, на юге зародился. И, в общем, есть несколько отелей. Есть отель «Принцесс», называется «Кау Кут», по-моему. Там, в общем, есть один отель. Он действительно находится на отдельном острове. И чтобы... Опять обрываете. Антон опять... Говорю о том, что в Пхаке есть один отель, который находится на отдельном острове. Отель «Принцесс». Вот он в самом конце Каулака находится. Вот, то есть, один отель действительно порой не нужно обрабатывать. Так, основная масса – это трансферы до туда, то есть, групповые или индивидуальные. Вот. В отелях там нет ночной жизни, нет особого там бара, дискотек. То есть, гости... Такой релакс. Часть времени проводят на территории отеля. Около отеля максимум есть банкоматы, несколько пунктов обмена валюты, есть несколько кафешек, фрукты, как правило, продают. Ну, массажные салоны, то есть, в принципе, все вот это есть, правильно? Массажи там и на пляже тоже им предлагают, гостям. Вот. А в плане местоположения очень многие гости, они, например, выбирают Каулак, чтобы побывать на Симиланах. То есть, там есть свои экскурсии, потому что, ну, вот, грубо говоря, на Симиланах лодки выплывают именно из Каулака. То есть, если гостям в Каулаке 10-15 минут ехать до порта, то с Пукета люди у нас выезжают там в 4-5 утра очень рано и в 2-2,5 часа едут в одну сторону до Симилана. А вот из Каулака, то есть, многие гости специально даже ради Симилана бронируют там отели. Вот, кроме того, там есть экскурсии в самом Каулаке, Каусок, тоже хорошая программа по джунглям. Это экскурсия «Аватар спа» у нас, которая в той же провинции Пханга располагается. То есть, ради, например, там шоу трансвеститов немногие гости поедут на Пукет 2 часа, 2,5 часа. Кому-то это плюс, кому-то это минус, но особенность Каулака, что там отдых тихий, спокойный, наедине с природой. Очень много европейцев отдыхают в этих отелях. Европейцы в основном уже там в Собак 50+, то есть, поэтому и дискотек там особо нету, и вот этой ночной жизни. Но зато очень хорошие отели там. И нужно понимать еще, кстати, что цены там будут выше, чем на Пхукете на еду, но в основном там и кафе, рестораны тоже будут хорошего уровня. Вот. А в некоторых отелях бывает так, что там нет никаких кафе, ресторанов, и гости в отеле большую часть времени пытаются. То есть, если на Пхукете гости, где бы, в принципе, не отдыхали, везде есть кафе, рестораны, какая-то жизнь, где-то можно прогуляться, то в Каулаке там на территории отеля гости большую часть времени находятся. Так, окей, отлично. Тут у нас еще есть слайды. Я вам, смотрите, Антон, могу, в принципе, попереключать. Вы про отели получится у вас сегодня рассказать нам? Или мы сегодня так, в общем, в чертах? Слушайте, про отели, про какие-то отели могу сказать, потому что был там, в некоторых отелях в Каулаке не было, если честно. Вот, вижу первый отель на Вань, а вот, честно, в нем не было. Так, хорошо. Так, Gallery Resort, Pullman, Ramada, The Breeze. Ну, я думаю, по отелям Каулака, наверное, мы еще в следующий раз такую более обширную презентацию подготовим. Сейчас, я думаю, да, наверное, остановимся. Вот. Просто, коллеги, да, почему именно мы сюда еще включили Каулак? Потому что это так, как на Пхукете, я думаю, вы все уже видели, что огромная проблема с наличием номеров. А вот на Каулаке там номеров предостаточно. И их можно, в принципе, смело бронировать и продавать. То есть, да, там нет вот этой ночной жизни, которая есть на Пхукете, но там точно так же есть массажные салоны, фруктовые рынки, магазинчики, 7-11. Ну, единственное, там нет, да, вот как бы Бангларов, скажем так. Вот. Но есть туристы, которым, допустим, это вообще не надо, да, кто такой цели там не преследует, когда собирается отдыхать на Пхукет. И вот туристы, у которых нет такой цели, я думаю, будет прекрасным вариантом именно Каулак. То есть, во-первых, прилетаешь ты так же на Пхукет, едешь всего 2 часа. Ну, то есть, это, по сути, как у нас ездят же сейчас с Бангкока в Паттайю. Тоже так же ездят 2-2,5 часа и без проблем отдыхают в Паттайе. То есть, ну, я думаю, это как бы 2 часа проехать, это не проблема. То есть, в принципе, наши туристы везде, я думаю, ездят такое количество времени. В Турции тоже они, если едут там Сиде, Алане, ездят по 2-3 часа. На Шри-Ланке тоже, если ездят там Ахунгала, Уноватуна и так далее, тоже там по 2-3 часа езды. Поэтому, в принципе, я думаю, 2 часа проехать это не проблема, но зато посмотрите, в каком невероятном месте туристы окажутся. И самое главное, на Кулаке есть номера, потому что сейчас, ну, с номерами действительно большая проблема. Вот. Коллеги, ну, я думаю, мы будем заканчивать. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, в чат. Мы с Антоном постараемся на них на все ответить. Вот. Если вопросов нет, то будем заканчивать. Так, ну, я смотрю, вопросов нет. Коллеги, тогда я вас всех благодарю. Спасибо вам большое, что выделили время, посетили наш вебинар. Я думаю, много чего себе подчеркнули. Вот. Так, вот, Антон, есть у нас вопрос по Пхукету в целом. По поводу дайвинг вопрос. Да, дайвинг. В Каулаке, там, так как находятся рядом Симиланские острова, очень многие гости специально едут туда и еще ради дайвинга. Но на Симиланах для того, чтобы нырять, нужно, чтобы был сертификат. То есть для любителей, у кого нет сертификата, возможно, дайвинг будет только с Пхукета на островах Рача. А с Пхукета дайвинг на островах Рача делают. Это экскурсия, да? Там хорошие гиды. То есть дайвинг – это отдельная поездка. То есть это едет тихоходная лодка, на которой баллоны с воздухом. Дайвинг целый день занимают. Гости у нас примерно в 7.30 утра уезжают и примерно в 5 вечера приезжают в отель. Они там купаются, отдыхают, обедают. Сами погружения здесь длительные. То есть примерно 50 минут каждое погружение длится. Это время гости под водой проводят, им объяснят, подскажут. С дайвинга все гости всегда у нас очень довольные приезжают. Но с Пхукета можно еще на Пхипхи поехать на дайвинг. Но для Пхипхи тоже нужен будет сертификат. А Симилана только сертификат и возможные приезжения. Все, поняла. Поняла. Отлично. Спасибо большое, Антон. Спасибо большое, коллеги. Ну что, будем давайте с вами прощаться. Ну и до новых встреч. Большое вам спасибо. Продавайте, предлагайте Пхукет. Предлагайте Кулак. Так, базовая информация у вас уже, в принципе, вся есть. Как по Пхукету, так и по Кулаку. То есть где кто чем занимается, какой пляж где лучше. В принципе, вам так каратенечко сегодня провели такой небольшой инфотур. Поэтому я надеюсь, вам это все-таки поможет в продажах. И ждем ваши бронечки. Пожалуйста, бронируйте, продавайте, предлагайте. Всем большое спасибо. Спасибо, Антон, что уделили время. Спасибо вам большое за приглашение. Да, да. И всего доброго. Всего доброго.